Добрый день дорогие друзья, вас приветствует Пинболер ТВ, меня зовут Сергей, я Александр, сегодня в гостях у Александра. Саш, ты как опытный игрок, подскажи пожалуйста, я тут играл недавно, как видишь меня попали пару раз. Да, вижу, серьезно попали. Вот как правильно протирать стекла на маске, на двойных, на одинарных, я просто узнаю, они бывают разные. Да, Серега, сейчас я тебе все расскажу, давай начнем с техники безопасности, напомним нашим слушателям о том, что существует одно единое правило для Пинбола, на поле ни в коем случае маску не снимать, идет игра, не идет игра, просто вы пошли за тубами, потеряли заглушку, собрать невзорвавшуюся гранату, ни в коем случае маску не снимайте, потому что есть такое правило. Ну и во-вторых, Серега, сразу тоже напомним, перед игрой, когда вы приехали играть со своей масочкой, достаете ее из сумки, откуда-то еще, вы должны проверить ее на целостность, да, посмотреть ничего ли не потеряли. Ну и по поводу чистки непосредственно, существует два вида чистки, дома и в зоне обеспечения. Вот, соответственно, если это делаем дома, то разбираем очень спокойно, целиком ее для очистки с помощью инструкции, они идут почти к каждой маске. Вот, если же это в зоне обеспечения, то разбирать маску целиком не советую, потому что есть возможность уронить в траву грязь мелкие детали и испортить себе игровой день прокатной маской. Вот, важнейшей частью пинбольной маски является линза, она защищает наши глаза, вот, мы через нее смотрим, соответственно, за ней уход определенный. Линзы бывают двух видов, термальные и одинарные. Одинарная линза, соответственно, это просто стекло с базовым напылением антифога. Термальная линза, она состоит из двух линз, которые между собой проклеены поролоном и тоже с нанесением антифога на внутренний. Вот, сразу же из этого вытекает то, что линзу лучше не мыть водой. Расскажу почему. Потому что между одним стеклом и вторым находится поролон, вода попадает, поролон расширяется, потом высыхает, сужается, образуются отверстия, туда начинает попадать горячий воздух, влага или что-то еще. И, соответственно, линза, как термальная, уже перестает работать и начинает потеть. Вот, далее, по поводу слоя антифога. То же самое, базовый слой антифога находится на маске с завода. Когда мы начинаем ее мыть, мы его смываем. Нанести, так же, как на заводе, его нереально. И, в принципе, если вдруг все-таки его смыли, и она начинает потеть из-за этого, то средства существуют. Но мой совет, брать лучше новую линзу. По поводу средств мы с вами обсудим в следующем видеообзоре, как их правильно носить и что с ними делать. Вот, соответственно, точно так же в зоне обеспечения постоянно в клубах находится какой-нибудь пульверизатор просто с водой или с водой с мылом. Поэтому лучше не пользоваться, сказали об этом ранее. Вот, и салфетки. Салфетки не всегда хорошего качества, могут быть загрязненные. Вот, поэтому салфетками лично я не советую протирать линзу, дабы ее не царапать. А завести себе вот такую вот микрофибровую тряпочку. Купить их можно очень много где. Вот, она выглядит просто. Диапазон размеров цен тоже абсолютно разный. Ну и перейдем непосредственно к чистке линзы и маске. Вот, краска здесь на всей масочке. Что делаем? Для того, чтобы протереть линзу отдельно, мы снимаем ее. На разных масках разные системы съемок. В принципе, в схемах это все показано. Берем линзу, смотрим, не загрязнели ли внутренняя часть. Внутренняя часть загрязнена теоретически не должна быть. Вот, но если даже туда попала краска, очень аккуратно, дабы не содрать опять же слой антифога, мы берем микрофибровую тряпочку и стираем красочку оттуда. Аккуратненько, непосредственно не растираем, а именно вот те места, где краска. Вот с внешней стороны, с внешней стороны нет антифога, но дабы не поцарапать линзу, снимаем ошметки, краски, после чего, после чего стираем оставшееся масло, жир, смотря из чего сделаны шары, полиэтиленгликоль. Смотрим в нее. В принципе, играть можно. Вот, а... Слушай, Саня, я вот еще видел, на некоторых турнирах, в клубах, в зоне обеспечения ставят разведенный стеклоочиститель. Ну, так скажем, средство для очистки стекол, но разведенный водой. То есть для внешней части можно такое использовать? Для внутренней, понятно, нет. Я бы не советовал, потому что непонятно, из чего они выполнены. Составы пишут не всегда честно. Иногда на банках просто отсутствует какая-либо инструкция, маску и вообще все, что связано с ней, лучше никакими жидкостями, специально не сделанными для этого, не обрабатывать. Вот. Ну, а по поводу самой масочки, что дома, что в зоне обеспечения. Она состоит из поролона, пластика, винила, хлопка, металлических деталей, винтов, чего-то еще. В принципе, все это мыть можно. Дома масочку можно разобрать, полностью почистить все перед игровым днем. Ну, а в зоне обеспечения точно так же берем салфеточку или же тоже микрофибру. Вот, стираем краску, которая мешает нам нормально играть. Вот, маску в зоне обеспечения лучше не разбирать, так как можно потерять мелкие детали и испортить себе игровой день, взяв в прокат потеющую жирную маску, которой до этого пользовалось очень много народу. Серег, в принципе, я думаю, я все сказал. Так что... Да, спасибо тебе, Саня, за информацию. Да, давай, играй, вот, больше не подставляйся, вот, ну и чись маску согласно этому видео. А вам, дорогие зрители, удачной игры. Всего доброго, с вами был Пинболер ТВ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok